Девушки отдыхают Потому что творческий процесс построен на перетягивании каната Когда нужно настроиться подобающим образом Чтобы как бы отключить свое сознание и дать волю подсознанию И при этом нужно понимать, о чем говорит ваше подсознание Поэтому творчество это постоянная серьезная борьба Дело в том, что я не пытаюсь записывать хорошие или великолепные пластинки Во время создания очередной записи я стремлюсь к идеалу Поэтому сочинение это всегда реальная борьба При этом надо понимать, что как автор-сочинитель я не настолько хорош Окей, на твоем новом альбоме есть песня под названием Locomotion Man В которой рассказывается история о том, как бороться с суицидальными мыслями Ты сам периодически не думаешь свести счеты с жизнью? Не, мне очень повезло в этом плане Что долгое время у меня не было никаких мыслей о самоубийстве Это явление наблюдается не только в Америке, но и в Британии и в Азии Когда подростки ходят с оружием в школу и стреляют в школе в других детей Почему это происходит повсеместно? Да потому что родители начинают верить, что у них может быть идеальный брак, идеальная жизнь, идеальная семья Но все в жизни выстроить идеально невозможно Эти же родители работают по 60-70-80 часов в неделю Они не могут сохранить брак, не говоря уже о том, чтобы воспитывать своих детей Поэтому их дети ходят в школу и требуют к себе внимания Они говорят, пожалуйста, уделите мне внимания А если вы меня игнорируете, тогда я заставлю вас обратить на себя внимание Поэтому моя песня Locomotion Man О ребенке, который отчаянно нуждается во внимании родителей Но это внимание так не получает Что ты переживаешь, когда сейчас спустя 11 лет смотришь ваш клип на песню I wanna be somebody? Для меня это очень странно и всегда сюрреалистично У меня интересуется, насколько в обычной жизни ты отличаешься от своего сценического образа Но никакого разделения нет и в помине И я всегда один и тот же, как на сцене, так и в обычной жизни А вот когда я смотрю на себя на экране, прямо так фигею Это ж надо! Кто это такой? А такого мне явно не по себе Окей, я знаю, что вы долго не могли определиться с названием вашей новой пластинки Стоит ли называть ее нечестивый ужас или нет? Почему так все получилось? Ну все потому, что раскрытие темы религии в творчестве требует от сочинителя особой осторожности Потому что любые заявления на данную тематику должны быть абсолютно понятными для любого слушателя Своей новой пластинкой я на религиозное убеждение кого бы то ни было не нападаю Мои новые песни это рассказ о том, как меня и Криса Холмса воспитывали в религии И принуждали согласиться и принять чужую догму мышления Повторюсь и скажу, что своими песнями на личную веру кого бы то ни было я не нападаю И я рассказываю об организованной религии и о том, как церковники манипулируют своими прихожанами Но манипуляция сознанием характерна не только для религии Правительство любой страны также манипулирует своим народом То, что вы видите в новостях и вообще по телевидению Это всего лишь картинка, которая скармливает вам правительство Своими песнями я мотивирую своего слушателя мыслить самостоятельно Искать и находить свои собственные ответы И защитить нас с вами от всякого рода манипуляции Да, 15 лет назад поборники религии готовы были тебя растерзать Они готовы сделать это и сегодня До сих пор? Им все никак не угомонится? Ну, они любят меня Окей На Анхоле Террор также есть песня под названием Эвамо Ты написал ее после одного переждала тобой приключения в пустыне? Ну, по своему происхождению я наполовину коренной американский индейец И поэтому, когда у меня есть на это время, я провожу много времени на юго-западе Америки Общаюсь с другими индейцами И я впитываю многое с культурой американских индейцев И вот в моей песне «Навсегда» говорится о возможности существования нашей прошлой жизни Я не хочу сказать, что я верю в реинкарнацию Мне просто хотелось бы в это верить, и что такой вариант, в принципе, не исключен Я где-то прочел, что за твою жизнь тебя трижды стреляли Да, стреляли мимо Все эти три раза в меня промахивались Правда? И где же это произошло? Ну, один раз в Париже и дважды в Америке И ни разу не попали? Да, стреляли дважды Два раза И кто стрелял? Церковники или еще кто-то? Не, не попы, это вряд ли Хорошо Хелдорадо, твой прошлый альбом, который ты записал около двух лет тому назад Ты сказал, что на этой пластинке ты откатился к старому творчеству «Вэсп» Куда же нас ведет твой нечестивый ужас? Когда я свои пластинки записываю, честно говоря, в этот момент я стараюсь о выбранном направлении не задумываться Как я уже говорил, я стараюсь как бы выключить сознание и мыслить на подсознанке Сейчас я со своей новой пластинкой настолько породнился, что не могу оценить ее непредвзято С таким же успехом можно попробовать нарисовать фреску шириной в 50 метров При этом упереться носом в один мазок кисти на холсте В этом случае разглядеть всю картину в целом невозможно Поэтому для оценки содеянного обычно мне требуется около полугода, а то и год Мне кажется, записывая Unholy Terror, я старался сделать только одно А именно донести до моих слушателей те переживания, которые накрыли меня Когда я рос в церковной вере И вот еще что Я как бы подталкиваю моих слушателей к тому, что в жизни нужно научиться принимать правильные, самостоятельные решения Чтобы в конечном итоге те, кто меня слушает, не слетели с катушек Блэки, когда я смотрю на Мэрлен Мэнсона, он напоминает мне тебя Какую оценку ты можешь дать Мэрлен Мэнсону? Я никогда его не встречал Да, я никогда не был на его концертах Все очевидные сравнения с Мэнсоном мне вполне понятны И мне лестно, что люди нас сравнивают Но простите, я с ним лично не знаком Поэтому сказать что-либо мне трудно Но судя по тем фотографиям и тем видео, которые я видел, все весьма достойно Но больше ничего путного по этому вопросу я вам не скажу В 80-е существовала обычная практика, когда такие группы как Уэсп, Кис, Айрон Мэйден и так далее записывали по альбому почти ежегодно А потом давали концерты в их поддержку, ну и так по кругу А нынче кажется, что большинство групп записывают по одному альбому за три года и все В этом вопросе все очень сложно Потому что если вы выпускаете пластинку сегодня и в этот же самый день у вас концерт в Финляндии Потом вам целый год по миру с концертами кататься В рамках мирового турне надо ехать в Сан-Паулу, Бразилия, Токио, Япония, Сеул, Корея, Даллас, штат Техас По одному концерту в каждом городе, а иногда и больше Для того, чтобы провести достойный мировой тур, потребуется целый год Лично я целый год трачу на запись одного альбома Поэтому если я выпускаю пластинку сегодня и сегодня же выступаю в Финляндии Повторно к вам в страну с новым очередным концертом я приеду минимум через два года А может быть и дольше Не думаю, что люди, наши слушатели понимают, почему на запись очередного альбома уходит так много времени Альбом Анхоли Террор я записывал год и два месяца И у меня интересовались, ну почему так долго? Между выпуском Халдорадо и новой пластинкой прошло два года И я сказал, что целый год гастролировал по миру И еще год у меня ушел на то, чтобы записать новый альбом Вот вам и разрыв в два года На 80-е вы активным образом гастролировали Как же вам удалось записать пять альбомов за пять лет? Ну потому что приходилось сочинять новые песни прямо по ходу гастролей А это намного сложнее Я считаю, что по качеству песенного материала наши новые пластинки лучше Потому что их не нужно создавать буквально на заднем сидении гастрольного автобуса Сочиняя альбом каждую ночь прямо в турне Песни на первых пластинках Уэсп сочиняли за полтора месяца От начала и до конца А сейчас столько же времени у меня уходит на то, чтобы взять гитару в руки Уровень самоотдачи в то время был намного выше Хорошо, 80-е вы прославились тем, что пили кровь, ели сырое мясо, ну и так далее Кто я? Ну не только ты, а вся группа Ты до сих пор практикуешь это на своих концертах Но я подумал, что ты имеешь в виду, занимался ли я всем этим в своей личной жизни Могу сказать только одно Вэсп всегда будут грандиозными, всегда будут кровавыми и экстремальными В противном случае это уже не вэсп Окей, я прочитал о том, что до того, как стать музыкантом, ты неплохо играл в бейсбол Продолжаешь практиковаться? Да, я люблю бейсбол, но я знаю, что финнам трудно понять, что в Америке бейсбол игра очень популярная Хорошо Ты на бейсбольном поле подающий, какова твоя роль? Да, я питчат Можно спросить тебя о группе с? Потому что у тебя было много группе с 80-х больше, чем сейчас Хорошо, они все еще у тебя есть Так ты общаешься с ними после концертов? Ой, 90-е годы, все изменили Правда? О, да Нужно было быть очень осторожным, а то не равен часам помрешь Поэтому 90-е многое для многих изменили И как я уже сказал, сейчас нужно быть осторожным Все не так, как в старые добрые времена Где и когда состоялся первый концерт Уэсп? Где и когда что? Где и когда состоялся первый концерт Уэсп? В Лос-Анджелесе в 1982 И в каком месяце это было? А, так ты имеешь в виду самый первый концерт Уэсп? Да, именно 28 августа 1982 года, Анахайм, Калифорния И что же произошло на том концерте? Ты помнишь? Да, конечно помню В зале собралось 37 человек 37? И ты всех посчитал? Да Ну ладно Ты в курсе, с чем сейчас занимается бывший гитарист Рэнди Пайпер и барабанщик Тони Ричардс? Ну, я виделся с Рэнди около года там назад Сейчас он живет в Синценати, штат Огайя И у него все хорошо А Тони, да я не знаю, где Тони Я думаю, что сам Тони не знает, где он находится Осторожнее, а то ты скоро станешь знаменитой Привет, меня зовут Мирва Мой вопрос такой Есть ли возможность того, что Уэсп приедет с концертами в Финляндию? Как раз по этому вопросу мне сегодня днем позвонили Летом этого года мы собираемся выступить на нескольких европейских фестивалях И пока я не знаю, будем ли мы выступать в Финляндию, но я выясню Вероятно, часа через два-три Когда переговорил со своим агентом Ой, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста Но вам нужно поговорить со своими местными промоутерами Ты до сих пор надеваешь свой гульфик на сцену Да, только не постель Как насчет огнемета в промежности? Ладно, я надену его в постель Как на самом деле назывался первый альбом Уэсп? Ну, так и назывался Уэсп А, не, ай, вонаби, самбаре? Сначала вы думали, может быть, нам стоит назвать наш дебютник Крылатые наемные убийцы Но, в конце концов, да, я знал о таком названии Правда? Да Так называется Бутлик, потому что изначально альбом назывался Уэсп У меня не было денег на его записи Мистер Блэйки, а как вы думаете, вы вдохновили на рвежскую блэк-металлическую сцену? Да, я слышал, что послужил вдохновением Я знаю, что некоторые блэк-металлические группы переигрывали песню Уэсп И некоторые из них, насколько мне известно, очень хороши Так что да, наверное, я повлиял Сейчас я живу в Южной Калифорнии Я живу на Диком Западе На самом деле, я живу за пределами Лос-Анджелеса Хм, как вы, наверное, догадываетесь В этих краях меня называют ковбоем из городка Колобасаса До этого я никогда в жизни лоси не видел Я привык к лошадям, ну и так далее И я подумал, что лось примерно такого же размера, как лошадь Как же я в этом вопросе ошибался Как-то раз мы ехали по улице со скоростью 110 км в час И три лося выбежали на дорогу И я прям офигел Это лосиное существо было размером почти со слона Я никогда такого большого животного не видел Я раньше ездил верхом на слоне А это существо было таким же высоким, как тот слон, на котором я ездил И я не мог в это поверить И вот этот самый лось перебежал дорогу А с нами в это время был человек, который работал на местного промоутера Это была девушка Так вот, она была в ужасе Увидев такого громила лося, она побелела, как полотно Я у нее поинтересовался, что случилось А она сказала, что в этих широтах ежегодно погибает много людей Потому что когда эта лосиная громадина перебегает дорогу Если она влезается в машину, то это все равно, что врезается в кирпичную стену Весом почти 300 кило Как бы быстро вы не ехали При ударе куски разлетаются по всей улице Какие-то куски принадлежат лосю, а какие-то пострадавшим в машине И я подумал, что-то мне больше не хочется здесь ездить Но я никогда этого не забуду, я сидел рядом с водителем И я заметил, как оттуда выбегает какая-то громадина Все произошло буквально за долю секунды И я оглянулся, а там этот лось смотрит своим глазом прямо в окно Прислонив свою башку к нашей машине Он попытался остановиться, при этом чуть не сбил нас с дороги И всех не убил После всего произошедшего нам пришлось установить на капоте нашей машины Такую самодельную ловушку для лосей Нужно быть довольным собой Потому что когда вечером остаешься один после концерта И смотришь в зеркало В этот момент складывается очень интимная ситуация Когда никого вокруг нет В такие моменты музыкант остается самим собой И со своим сценическим образом В такие мгновения рядом с тобой Из тех, кто поет тебе лесные дифферамбы, нет В такие моменты отражение в зеркале должно вам нравиться А если оно вам не нравится Тогда все бесят и начинают заползать в вашу голову И именно в такие вот моменты рок-н-ролл может стать потенциально опасным Надо понимать, что рок-н-ролл подобен океану В волнах которого можно наслаждаться Но если вы перестаете уважать свой личный рок-н-ролл Тогда он вас убьет Нужно знать, где находится та пресловутая грань И при этом нужно быть уверенным в себе Что или кого ты любишь больше всего на свете? Не понял Что или кого ты любишь больше всего на свете? Иногда мне непонятно, что означает само понятие «любовь» Иногда можно потеряться в череде дней в рутине нашего бытия Когда правильно от ошибочного отличить невозможно По причине творящейся вокруг суеты Один год зарабатывания денег на жизнь рок-н-роллщика Равен пятью годами среднего обывателя Рок-н-роллщик в буквальном смысле Живет на пределе своих сил и возможностей И в отличие от некоторых других У рокера не всегда есть возможность адекватно оценить происходящее Моя единственная страсть в этой жизни Но любовью я бы это не назвал Так вот единственное, что меня в этой жизни реально увлекает Скорее всего это мои автомобили Я коллекционирую ягуары И эти авто отвлекают меня от моей главной музыкальной деятельности Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова